Привет, народ! И вышло новое дополнение к Ведьмаку, то есть это уже не основная игра, это дополнение под названием Каменные Зерца. Это не просто DLC, ребята, это не просто DLC, это большое дополнение, Expansion Pack. Этого давно, ну, так давно уже не называют дополнение, их просто называют DLC. Суть в том, что это большое дополнение на 6 часов, то есть это не просто мелочь, это не просто миссия там на, не знаю, минут 10. Это большой кусок мира, то есть это еще один кусочек карты. И я думаю, мы все ждали дополнения, мы все играли Ведьмака, какие-то комментарии тут излишни. И, пожалуй, сразу-сразу перейдем, собственно, к игре. Но, перед тем, что перейдем к игре, я хочу, не знаю, ребят, я хочу дерзнуть. Давайте, ребят, дерзнем и наберем 300 лайков на первой серии прохождения. Давайте дерзнем, все вместе, не я дерзну один, мы все дерзнем и наберем 300 лайков. И, не знаю, сделаем это лучшим прохождением на свете. И что, я не знаю, кто-то что-нибудь член у него на лбу вырезал, непонятно. Ну, ладно, надеюсь, это не члены. Почему-то, не знаю, извиняюсь, это очень пошло, я не хочу этого говорить. Что же, приступим к самой игре. Я знаю, где миссия начинается и вам покажу. Я уже видел, так сказать, небольшие превьюшки, там показывали, где начинается миссия. И, вообще, суть этого прохождения в сюжете, мы сооттачиваемся на сюжете, ребята. То есть, я не буду сидеть часами, разглядывать тут броньки, мечи. Ребят, мне это неинтересно, правда. Я люблю сюжет, мне нравится диалог, сюжет. То есть, вот реально, знаете, погружаться в мир Ведьмака, но через сюжет. Все делают это по-разному. Кто-то крафтит мечи по 5 часов, кто-то слушает диалоги. И я, вот, называть первые ростки зла, каменные сердца, повернусь за покупку комплекта дополнений каменного сердца. Доступно дополнение на всех платформах, на которых есть Ведьмак. Дополнение стоит со скидкой сейчас 330 рублей. Ваше отслеживаемое задание изменено на первое задание дополнения. Однако, мы рекомендуем браться за него, только если ваш персонаж уже достиг 30 уровня. У меня 36. Хорошей игры и удачи на пути. Вот, тут сразу пометилось дополнение, искать ничего не нужно. Играя в комплект дополнений, вы встретите мастера Ру. На карте он отмечен знаком вот таким книжечки. Это новый ремесленник, единственный в своем роде прибыл издалека и может использовать тайные знания, что значительно улучшит ваше снаряжение. Найдите его и проверьте сами. Хорошо, найдем. Перед тем, как мы начнем, ребята, есть одна вещь, которую я вам не рассказал. Такой есть канал чувака по имени Роман Бобров. И вот ссылка на канал в описании и на экране есть. Так вот, чувачок снимает разные летсплеи и видяшки. Он реально прикольный. Очень советую зайти к нему на канал, ребят. Правда, крутой, крутой человек. Я плохого не посоветую. Погнали. Плюкал и бельку. Найму красавчика на свадьбу подружки. И даю дырявый горшок на фричку. Тут пишут эти обзорения. Походу, Тарас Бульба заинтерес... А, он хочет прибить объявление. Дырявый горшок на фричке. Кого-нибудь, кто убьет чудовище? Дедьмак тоже подойдет. А что за чудовище? Большое злое гадкое. В каналах Ану. Если тебе интересно, иди в имени Игарин. Спроси Ольгерда фон Эверика. Лито он дал объявление. Ну, что же, ладно. Раз ты так хочешь, раз ты хочешь, чтобы это сделал. Давайте соберем, да, красавица, заказать, чтобы я еще на каналах. Заклинание, заклинание, стартовый капитал. Ну что же, повестите мастеру, узнаете больше о его ремесле. Что же, давайте это сделаем. Первые ростки зла, отправимся туда попозже. Мне не тесен мастеру, может быть, он может что-то для нас прокачать, так сказать. О, смейте, вот тут же есть Велин, ничейная земля. Надо бы сделать карту пошире. Похоже, Велин у нас стал побольше. Придется туда ехать, ребят, путь не близкий. Са, усадьба, Молдавия. Мне кажется, это самое близкое место. Ну, вот так вот, в принципе. И карту, в принципе, здесь бесконечно можно делать шире и больше, и круче. Ну, в данный момент мы едем сюда, вот в эту часть карт. Видите, тут очень далеко, можно уехать. Хата на окраине. Давайте хату на окраине можно сюда. Перенестись, так сказать. И, ладно, давайте возьмем основное задание. Думаю, оно нас уже отведет уже дальше. Дальше туда-куда. Собственно, хочется попасть в первый рост кизла. Да, ну, это поближе будет. Так что отправимся вначале сюда. К мастеру рун заскочим уже, ребят, по дороге. Платва, иди сюда, Платва. Пожалуйста, Платва, пожалуйста. Иди сюда. Хорошая, хорошая Платва. Как Метал Гео Солид, ребят, там же тоже как... Ну, там не Платва, там Ди Хорс, но все равно. Опустевшие селения. Ты же давно не играл, видимо, контакты. Ты, да вы, красный рыцарь. Никогда не умел драться на конях, ребят, честно. Слизь. У меня прокачан знак, по сути, один самый крутой. Квен, который мне нравится больше всего. Мой стиль игры таков, что я люблю ставить защиту. Конечно же, Игни тоже хорош, но я предпочитаю защиту. Любым другим знаком. И я тебе, конечно, тоже можно в Оренбой, но я считаю меч и защиту. Меч и защиту, так сказать, мой стиль. Кто-то играет по-другому, я знаю, ребят. Но я играю по-своему, так как мне удобно. Так, чтобы мне было эффективно драться, чтобы я мог наносить больше урона, меньше умирать и все такое. Ну, собственно говоря, как я мотивирую свой выбор. Ребят, это не надо говорить, что это оправдание какое-то. Нет, я просто хочу, чтобы вы знали, чем мотивирован мой выбор того или иного. Знак я буду объяснять по ходу игры. Мотивацию своих действий. Люблю знать. Я вообще люблю знать, зачем люди что-то выбирают конкретное в игре и играют вот именно так, а не иначе. Всегда интересно. И вот мы освободили селение. Прохождение будет глубоким, в том плане, что мы будем проходить просто все-все мельчайшие задания. Даже задание вон той бабки, которая сидит на пеньке. Да, Геральт, ты доволен, ты выполнил свою задачу, молодец. Жители вернулись домой. Я подчинился оружие, кстати, перед DLC. В орден Пылающей Розы. Мы что, против них сражаемся? И да, у нас мало еды. Так что будем собирать еду и оружие будем продавать Сидоровичу. Постойте, нет, это не сталкер. Нет, никакого Сидоровича. Кому-то другому. Местному торгашам, ребят. Тут какой-то приказ мы нашли. Давайте его тоже перечитаем. Сейчас немножко игру сделали поудобнее после DLC. Я, в принципе, играл после DLC, извиняюсь, обновлений всяких. Кто-то скажет, игру допилили. Я считаю, она и так была отличной. Но, может, кто-то скажет, не, фу, игра без патчей была говно. Вот сейчас ее сделали отлично. Я считаю, игра была отличной даже на патче номер 0. Она отлично играла, у меня с ней не было проблем. Да, были немножко с оптимизацией были какие-то. Может быть, не лучшие моменты оптимизировать чуть лучше. Но, в принципе, игра и так у меня шла. Даже на моем дохлом, дохлой компе. Можете, кстати, посмотреть конфигурацию моего компа в описании. Шанс выбить из оптимизации. Мне, кстати, немножко не хватает до вот этого крутого... Извини, не этого, не этого. До гарпии, которую я в начале еще игры нашел чертеж к ней. И так что вот так возьмем вот эти штуки. Эти руны оденем. Так, здесь смотреть особо не на что. Надо будет монетки потом обменять по мере возможности. У нас тут имеются куриные ножки и всякие зелья. Так, давайте мы поставим себе ласточку. И я бы Рафарда Белого очень хотел. Лучше на игру мне Рафарда Белого давали. Белый мед, кошка, неясыть. У нас есть вообще... Я знаю, что у нас есть Рафард Белый, ребят. Лучший час, эликсир очищения. Я уверен, что у меня где-то и лежал, ребята, Рафард Белый. И сирен падать с неба. Ну, сирен тут нет. Падать с неба заставлять никого не будем. Только не говорите мне, что я его не крафтил. Я уверен, что прикрепление рецептов... О, да, это я помню. Прикрепление рецепта чертежей. Очень удобная штука, реально. Это вот очень стало удобностью, пор как эту вещь, так сказать, сделали, приделали к нам. Потому что раньше приходилось заходить вот сюда, проверять рецепт, все такое. А потом в новых патчах это все, конечно же, сейчас это сделать невозможно. По какой причине, например? Зелия Рафарда Белого. У меня не хватает сердца накера. За всю игру, ребят, очень мало зелий скрафтов. За что кулаком мне в лицо. Не слишком хорошо я играл. Я перепроходил игру, но не успел перепройти к релизу дополнения. Поэтому, ребятки, я играю на том сейве, который у меня остался после прохождения всей игры. Прошло почти все квесты, кроме каких-то мелких, очень-очень реально мелких квестов. О, моя любимая музычка. Знаете, ради Ведьмака и польский можно выучить, мне кажется. Я большой фанат Ведьмака. Я не читал книги, ребят, я каюсь, я не читал книги, но вселенная Ведьмака мне нравится. Со вселенной знаком чисто из игр. Книги хочу почитать, но вот пока, к сожалению, время не позволяет. Новые знаки вопроса, кстати, не добавили. Хотя, может, мы доску с объявлениями еще просто не почитали. Все, плотва я дает, дальше сам. Я королей не решал, чувак. Я в нашу компанию не пойду, вы наемники и убийцы. Мне не нравится. Ты, 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 ты кто еще такой? И что здесь шасты? Вы, вы объявление вешали. Я вещу Ольгерда фон Эверика. А, он внутри. Мамка твою жарит, да? Извиняюсь, шутки от Хабанского. Я походу, реально, твою мамку там жарит, чувак. Ты заслужил, ты слишком груб со мной. Я не люблю грубых людей. Мне нужен Ольгерд фон Эверик. А вы кто, ребят? Кто же вы такие будете? А на кого мы похожи? На? Да. Или на шайку бывшей солдатни, если кому повезло. Вот тут-то ты ошибся. Мы все дворянские сыновья. И дочери. То же самое. То же самое. Вы все-таки скажете, кто вы такие? Мы вольная риданская компания. А еще нас называют Кабану. Потому что на гербе Кабан. Логика. Капитан Очевидность. Молодец. Я думаю, даже Шаракхонс бы не справился. Мне сказали, что тут я найду Ольги Ольга фон Эверика. Кто-то здорово тебя обманул, брат. Я пойду везде наебываю. Пока, ребят. Все, я пошел отсюда. Тогда, думаю, вместо него ты не поможешь брать. Братишка. Сдается мне, что у нас с тобой матери были разные. Ладно, Энгус. Оставь его. Это я, Ольгер. Говори, что тебя привело. Так, объявленницы. Нет, это я, Ольгер. Ты? Да куда тебе? Это я, Ольгер. Ребята, не смешно уже. Да, похватит сборщащий идиотов. Вот это я здесь пойдем. Сбой. Давайте, ребят. Ну, не будем их оскорблять. Мне кажется, они могут мне вломить. Ну, я, конечно, могу достать меч и вломить им в ответ. Но после этого они с вами разговаривать вообще не смог. Даже если захотят. Поэтому приятно бы болтать. Весело тут у вас. Я бы с радостью еще посмеялся. Только времени ждет. Похожее дело серьезное. Я насчет чудовища из каналов. Кажется, Ольгер фон Эверек дал на него заказ. А, так значится ты ведьма. Это много объясняет. И что, например? Говорят, из вас воскрепают все чувства. Видать, так и есть. Стоишь будто жертва. Проглотил. Ну, ладно, ваша милость, ведьмак. Пошутили и хватит. Ничем тебя не проберешь. Пойдем. Отведу тебя к Ольгерду. Видите, вот. Хороший исход. Мне кажется, может быть, в противном случае все поменялось. Я не буду перепроходить с тем исходом. Я потом думаю, может, на стримах мы будем... Геральд из рели. Дам я тебе совет, Геральд из рели. Как придешь к Ольгерду, постарайся его заинтересовать. Заинтересовать? Это же ему нужен кто-то, кто убьет чудовище. Кто-то? Это не обязательно ты. Так что, если хочешь получить работу, смотри, чтобы Ольгер не заскучал. А то он очень нетерпеливый. Понятно, понятно, сынок богатого барина, значит. Ну, ладно. И да, я буду перепроводить, может быть, с другими выборы позже на стримах. О стримах, ребята, вы можете узнавать из моей группы ВКонтакте. Ссылка на нее в описании имеется. Так что, обязательно проверяйте. Там всегда есть инфа о стримах, которые я провожу довольно-таки часто. Видно, не молодой. Ну, ладно, давай говори, что... Продаст, хорошо, планиморно. Что ты мне вот скажешь? Тут... Я не знаю в скульптуре. Гераль, ты... Гераль, ты все усложняешь. Просто назови оценку, там, не знаю, от 1 до 10. Из 10. Давай-давай дадим этой статуе семерочку. Какая-то она слишком скучная. А мне нравится, предпочитаю работы Гернста. Давайте покажем, что я эстет. Откровенно говоря, я предпочитаю работы Пакса Гернста. А, Коверская школа. Ты учился в Аксенфурте? Не довелось. Но знаю кое-кого, кто учился. Любил я некогда Ваттичелли. Он как никто умел вдохнуть жизнь в кусок холодного камня. А смотришь на это, и видишь только кусок скалы с идеальными пропорциями. Без недостатков, совершенной до боли. Скучные и мертвые. Как булыжник на обочине. Так-то лучше. По крайней мере, интереснее. Ладно, теперь обсудим детали. Спустимся к моей компании. Перекусим чем-нибудь. Ну, ням-ням. Давай, чем почвешь. Атаману, Ольгерду, слава! А? Слава Атаману! Мират! Мират! Да здравствует Атаман! Давай, выпей с нами! Ну вот, теперь у нас уже и нет выбора. Принеси нам вина, милая, и что-нибудь поесть. Я буду подробно идти по диалогам. То есть, не просто давай скорее-скорее пройдем диалоги, перейдем к игре. Будем читать все вот ветки, если они интересны. Если там будет что-то откровенный бред или откровенно что-то скучное, мы не будем это слушать. Но пока что мы только начали, ребят. Пока что еще рано судить. Так что давайте пройдемся по всем веткам. То есть, видите, по номерам 2, 3 и 10 будем тоже проходиться. Есть какой-то повод или просто душа просит праздника? Повод всегда найдется. Сегодня у нас обряд наречения. Чей? Новый савельки сударя Богатыровича. У меня уже есть для нее имя. Мы ее назовем Традиция. Хотя о чем я говорю, ребят? В Ведьмаке не может быть плохого диалога. Ну, ребят, не может быть. Это же Ведьмак. Игра года. Миллионы из миллиона. Расскажи мне побольше об этой бестии из каналов. Я не знаю, что это такое, но она убивает людей. Я бы не стал о нем волноваться, если бы его жертвой не стала моя кухарка. Никто лучше не ее не готовит дичь. Из-за этой дичи ты послал ее в канал? Нет. Она на ярмарке была сестрой. То ли с родной, то ли с двоюродной. Та ей и наплела, что в каналах Аксенфурта живет принц, превращенный в жабу. Ну, а бабы и есть бабы. Каждая хочет принца, хоть бы за ним пришлось брести по колено в говне. И веска тоже хотела. Вот и пошла, да так и сгинула. Впрочем, говорят, она не первая. Эй, оставьте ее. Так-то вы обращаетесь с дочерью хозяина. Прости. Так о чем мы? Ах, да, насчет заказа. Ну, так как? Займешься этим? Давай с тобой обсудим финансовый вопрос. Сейчас кризис, давай. У нас еще одна мелочь. Ладно, не думай об этом. Вернешься сюда с башкой чудовища и заберешь отсюда все, что тебе понравится. Хорошо, я зря спросил. Но я предпочту уговор на конкретную сумму. Ну, будь потворен. Сколько тебе надо? 300-400 крон? 450, по рукам. А отсюда ты все равно сможешь взять себе какой-нибудь сувенир. Я понимаю. Представляю, что будет и седричь, мне неинтересно. Скорее всего, квест провалится. Все, пока дополнение. Я избавлюсь от чудовища. Принесешь сюда его башку и награды себя ждать не заставит. Ну, ладно, все, я готов. Я 54 очка. Почему такая ядерная атомная точность? Атомные часы. Меня кто-то уже ждет. Меня так еще не называли. Меня называли выродком и ведьмаком, но не так. Могу и врезать. Давай лучше к делу. Есть для тебя задание, кошачьи глазки. Кто-то убил моего друга. Его звали Клюверт. Я хочу, чтобы ты узнал, кто за этим стоит. И снес ему башку. Хм, я беру любые заказы. Почему ты сама не отомстишь? Вы же любите, кажется, помахать саблей. Еще как. Если бы я знала, кто убил Клюверт, то давно бы ему трибуху выпустила. Но я не знаю. А вот ты, кошачьи глазки, ты многое видишь. И его выследишь. Запросто. Продолжай. Клюверт торговал фисштуком. Пару дней тому назад он поехал в заброшенную деревню Луковец. За товаром. И не вернулся. Ты была там? Видела его труп? Нет. Но Клюверт из тех парней, что держит слово. Раз он не пришел на встречу со мной, значит он мертв. Найди урода, который это сделал, и убей. Я хорошо заплачу. Ну что ж, я подумаю. У Клюверта был шрам на лбу, похожий на твой. По нему ты опознаешь тело. Сказал, подумаю. Знаешь что, кошачьи глазки? Я раз посмотрю на мужика, и сразу знаю, из какого он теста. Готова поспорить, что ты выполнишь мою просьбу. Найдешь меня в Аксинфурте, в Алхимии, в Харчме, рядом с рынком. Что ж, Роза на красном поле. Пойдем. Выполняем все доп. задания. Я же Геральт. В конце концов, Геральт из Ривии, Геральт из Ривии. Ребят, я, знаете, что бы еще предпочел сделать? Так мы уже недалеко. Давайте поедем в деревню, возьмем вот... Шевелись, пожалуйста. Почитаем, вернее, что тут написано. Интересно, нет, я уверен, тут явно не пройдем, но попытка из того стоила. Что ж, едем. Я знаю, наверняка кто-то скажет, что Евген возражаешь своими разговорами, никак рот не закроешь. Ну, потому что, я не знаю, мне кажется, вся суть игры именно в том, что, знаете, и летсплей, и, не знаю, прохождение в том, чтобы именно что-то добавить от себя. Если просто молчать, ребята, я думаю, вы... Есть полно каналов, на которых можно все равно уже посмотреть прохождение. Ну, и к тому же, сыграть можно самому. В крайнем случае, на минималках, ребят, даже... Даже довольно-таки простенький ноутбук может потянуть эту игру. Проверено. Проестировал на очень простеньком ноутбуке. Я ведь все равно уж тянулась, конечно, на минималках. Ладно, хорошо. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Набраем заказиков. Я их редко читаю, потому что, серьезно, там чтиво совсем не такое, какое хотелось бы. Очень посредственное, сказал чтиво. Одно задание на миллион. Ну что же, у нас тут знаки вопроса даже имеются. Ехать тут, конечно, далековато. Хижина травника. Я у него как-то бывал. У него есть еще другое задание, но, видимо, при этом, что они используют еще, так сказать, старые элементы мира. Я, кстати, думал, что будет реально целая новая локация, но, видимо, я ошибался, видимо, я сильно ошибался. Я думал, что действительно будет новая локация. Кстати, очень приятно играть с красивой графикой, потому что раньше я играл на... Ну, раньше мой ноутбук был немножко послабее, но я проапгрейдился. Проапгрейдился. Ну, а почему я играю с ноутбуком, я не знаю. Не хочу особо разводить эту тему. Я уже делал на эту тему видео. Для новичков скажу так. Я просто... Ой, извиняюсь, я немножко проехал, знаю, смотрю на основное задание, про вот вопросик забываю. Просто у меня с детства я на ноутбуке играю, как-то привычка для меня морально тяжело перейти на комп. Ребят, правда, просто морально тяжело. Я знаю, кому-то будет сложно понять, что значит морально тяжело перейти на что-то, что лучше. Так, тут гнезда, ладно, разберёмся именно. Нам как-то сердце накера нужно. Я знаю, кому будет тяжело это понять, что это накер, что это странно масло. Если я правильно вижу. То есть, я не хилдон довольно эффективен, но... Я тоже не ликом шью, я не ликом шью. Я довольно быстрая тварь тоже, какая нет. У кого-то тут 37-ое ловел. Это вход в нору накеров. Гори. Это... Так, это всё не сердце. Мне сердце нужно. Сер-сер-сер-сер-сер-сер-сер-сер накеров всё нету. Что ж, про-про-проапгрейдится, стать лучше. Прямо, что задание вот этого дополнения помечено с синим, ребят, очень приятно. Что же? Сильно, он быстрая атака с ковывающей ударом. Пожалуй, будем скачивать дальше вот эту ветку. Так, в основном тут всё на атаку. Прокачивание нам... Ребят, я возьму меч, свои мечты, о котором я мечтал ещё очень с давних пор. Ребят, гарпия. Я люблю тебя, гарпия. Будь моей женой. Вот, всё, ребят, всё. Я успокоился. Шанс будет. Что мне нужно? Шанс отравления и получения... Даже не знаю, адреналин, наверное, всё-таки получше будет. Отравление у меня и так. В принципе, там, по-моему, прокачано уже на каком-то определённом уровне. В любом случае, вся можно немножко смазать смазочкой, если врач попадётся. Врач, блин. Враг высокоуровневый. Тебе попался, тебе, знаете. Письку глинил и ты доволен. Впрочём, неважно, это была пошлая шутка. Ой, ну я тебя не заметил, тебя выскочил, ниоткуда. Это вход в нору, нахер. Кстати, очень приятно, что потом в игру после её выхода добавили эликсир, который позволяет сбрасывать навыки. Очень это было приятно и очень не хватало, потому что бывает, знаете, неправильный выбор сделал, но как бы и что-то делать будешь после этого. А теперь можно спокойно выпить зелье и, по сути, вот продолжать, как бы не продолжать, а изменить, изменить свой выбор, что довольно приятно. Я, кстати, очень жалею, что не вкачивался в арбалет, но, в принципе, никогда не поздно начать, потому что арбалет реально здесь действенное оружие, если он прокачан, правильно, правильно, и хорошо сильно прокачанный арбалет всегда. Всегда, ребят, тащат. Очень советую, ребят, прокачивать всегда арбалет в играх. Не в играх, а вообще в Ведьмаке лучше, вот так. Лучше так посоветую. Что ж, перенесёмся к... Чё, наконец же нельзя, ну ладно. Это что за звуки? Кто-то сдох? Или это мой... Или это моя платвинка испускает последний вздох? Представите, плотва вот это изнеможение, как в Metal Gear 100, ты её пнёшь, она упадёт. В этой игре такого нет. Что ж, ладно, может быть у тебя есть сердце накера? Травовед. Но, узнаем мы это в следующей серии, ребята, отправимся по его заданию мы тоже в следующей серии. Спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. И можете ставить лайк, подписываться на канал. И ждите следующей серии, она будет скоро. И... Сегодня у нас вторник, ребята, и этот день будет реально марафоном Ведьмака, то есть мы будем задрачивать Ведьмака просто до дыр. Потом будет, возможно, стрим по дополнению, мы его или перепройдём, или... будем продолжать проходить, посмотрим, как пойдёт... как пойдут дела. Что же, жду вас, ребята, жду вас на следующей серии. Надеюсь, вы никуда не убежите от меня. Не убегайте, пожалуйста. И пока.